Али Кришна, Матчан, Али Кришна, мы рады Вас снова видеть. Что за блюдо сегодня будем готовить? Сегодня мы готовим сладость, достойную Верховной Личности Бога. И это называется лабанга латика. Такое вот красивое название денгальское, на самом деле, лабанга латика. И лабанга это гвоздика. И какую она здесь роль сыграет, я расскажу позже. И эта сладость делается, это как бы относится к тем сладостям, которые являются, в принципе, пирожками. Внутри сладкая начинка, сверху тесто и обжаривается это в ги. И потом еще обливается это все сиропом сладким. Получается такая очень хрустящая, внутри очень нежная сладость. Ну что, приступим? Приступим. Что нам сегодня нужно? У нас будет две начинки, потому что одна начинка у нас из кироуваренного молока. Это традиционная начинка. Ее можно посмотреть в рецепте, который уже ранее. Конечно, мы ее уже уварили. Если сделать такой быстрый второй вариант, тоже вторая традиционная начинка, это кокос с гуром. Гур у меня пальмовый сейчас его сезон. Но я знаю, что в России очень распространен тростниковый гур, это сахараджа, его можно использовать. Или взять пополам сахар с гуром, если вы не хотите, чтобы гур у вас сильно была, может быть, кто-то не очень любит. Вот. И что мы сейчас делаем? А сухую кокосовую стручку можно прятать? Да, можно. Он расплавится, будет жидкий, она как раз хорошо там. Но мы будем сейчас делать эту, соединяйте на сковородке. Вот. Что нам нужно? Нам нужно тесто. Тесто делается так. Это тесто для... Такое же тесто, как на самосы. Если кто не знает, я расскажу. Это 200 грамм муки, 40 грамм ги, или можно растопить сливочное масло, но ги, конечно, лучше будет стандарт. И немножко соли, буквально щепотку. И сначала нужно взять муку и втереть в него ги. В муку, да. В нее ги. Что мы делаем? Мы втираем до мелкой-мелкой крошки, и получается что-то похожее на влажный песок. Нужно, если вот так вот сжать муку с маслом, и руку расслабить, и оно как бы немножко слипнется, но при припросновении оно развалится. Вот такая идеальная консистенция должна быть. Ну, в такой пропорции, как я сказала, должно получиться. И мы добавляем воду. Вода должна быть теплой, чтобы ги у нас не застыла, да, кристалликами внутри. И вот такое получается очень-очень нежное тесто. Это тесто, из него можно сделать самосы, из него можно пожарить пури. Такое универсальное тесто. Никакая сода не добавляется традиционно, никакое тесто на индийские блюда. В общем, получается вот такое вот, что я сказала, соль, да, сказала. И все добавляется, значит, мука, ги, соль и вода. Нужно хорошенько размешать до мягкого теста. И оставить, я вот накрыла влажной тряпочкой, оно должно постоять, ну, полчасика, ну, от 20 минут где-то примерно, от 20 до 40. Вот, значит, что мы теперь делаем. У нас есть одна начинка, в принципе, можно начать уже делать, но мы, наверное, сначала сделаем вторую, чтобы сразу показать. А вместо гура можно что-то другое использовать? В России все-таки не так легко найти. Можно, это будет, ну, импровизировать можно с начинкой сладкой. И единственное, что, ну, я показываю, как бы, с традиционной, то что результат это будет традиционный вкус, да, индийский. А так можно, а еще есть такой предный подмолочный пробой тело, я сказала, на курь несколько лет назад, он делал обангалотику внутри с халавой. Ну, это такой вот высший пилотаж сладости, сладость сладкая. Так, значит, мы всыпаем нашу стружку в разогретую слегка сковородку. Я только что отключила, надо, чтобы она была горячей. И наш бур. Нужно его потереть на терке, чтобы лучше распространился. В общем, нужна нам, нужна однородная масса. Мы будем смотреть, если в буре достаточно влаги, и он у нас даст, ну, слишком жидкую начинку, то для этого мы и нагреваем, чтобы она у нас немножко выпарилась. Ну, так как кокосовая стружка обычно впитывает в себя всю влагу, я думаю, что иногда же вот добавляют молочко сюда, сейчас посмотрим. Если бур плохо растворится, то молочка добавим. Вот, еще можно сюда орешки обжарить и помолоть. Это хорошо пойдут сюда кешью, лесные орешки, очень вкусные. Только не арахис, но и не грецкие. В общем, кешью и лесные, это идеально будет. А, еще миндаль. Можно так сделать. На такую начинку еще добавляют в индийские такие рисовые блинчики. Называется потешатка. Блинчики, бур, кокосы, все. У нас все хорошо смешалось. Как раз не сухая, не жидкая, очень мягенькая такая начиночка получилась. Кокос у меня свежий, натертый из кокоса цельного. Он очень мягкий. Если кокос такой сухой, да, сухая, стружка, она тоже разная бывает. Она вот такая пищная, она достаточно нежная. То тогда как-то лучше, наверное, замочить, потом отсушить и вот так смешать, чтобы она немножко была глажена. Так, у нас готова вторая начинка. Пока она вставает, мы сейчас с первой будем делать лабанду, латику. Красивый такой для звука? Очень. И красивая очень будет форма. Очень красивая форма. Значит, чтобы обжарить во фритюре, будь то пури, самосы или любые сладости, любое тесто, в общем, сладости и солености, нам нельзя, чтобы мука обсыпалась. То есть мы раскатываем без муки. То есть я капну сейчас. И, в принципе, тесто, если нам достаточно, это зависит от поверхности. Если тесто достаточно жирное, оно у нас такое, маслянистое, то сильно не должно прилипать. Ну и терка, ой, терка, ну и скалка, она тоже, чтобы не прилипала. В общем, мы все слегка-слегка смазываем, просто чтобы не прилипало. Если вы много нальете льги, ну, то оно будет у нас скользить. Значит, размерчик у нас. Ну, я вот в рецепте, в котором это научилось, там написано 30 грамм. Мы наугад сделаем. Значит, как нужно любой шарик, вот мы что еще раскатываем? Чапати, да? Мы всегда тесто вот так раскатываем. Если нам нужно сделать из него кружочек. Вот такими вот движениями оно собирается все. Вот таким центробежной силой становится вот. Оно потом вот эти вот, как бы, закручивается и потом начинает расправляться. И так легче раскатывать ровненько. Так, нам надо одинаково сделать сразу. Одинаковые шарики примерно. Образец, чтобы. Так, мы сейчас сделаем шарик. Нам нужен кругляшочек. Достаточно тоненький. И достаточно ровненький. Если у вас не очень ровненький, не переживайте. Это у нас не пурим. Мы сейчас будем формировать. Я, в принципе, делала один раз. И мне показалось, что они, когда немного овальные, легче ее слеплять. Вот то, что у нас должно получиться. У меня вот прилипает почему-то. А, и сейчас... Если у вас прилипает к поверхности, вот я забыла, отрезать можно на бумаге для выпекания раскатывать. Вот такой вот лайфхак. Если у вас плохо получается раскатывать, и оно все у вас прилипает, можно сделать вот так две бумаги для выпекания. И даже ничего не надо поднимать. Вот так вот раскатывать и поворачивать. Единственное, нужно контролировать толщину. Подглядывать. Ну, это очень просто. Так. Нам нужна тоненькая такая... Сейчас скажу, сколько миллиметров. Три, наверное, даже два. Нет, наверное, подходит. Так. Вот такая у нас получилась лепешечка. То есть она размером у нас, ну, не знаю, 5 сантиметров, диаметром 5 сантиметров. Значит, что мы кладем внутрь? Мы кладем внутрь у нас одна начинка, это вареное молочко. Ее нужно сделать квадратиком. И если вы берете, допустим, вот, такие пропорции даются на 30 грамм теста, это 10 грамм начинки, то есть в три раза меньше по объему, но она у нас не в три раза. Так. Так, кладем этот... Не квадратик, а как это называется? Прямоугольный? Параллельный. Вот, что мы делаем? Нужно нам немножечко края смочить водичкой, чтобы она слепалась хорошо. И мы залепляем таким образом. Значит, эту раз, эту сверху два. Здесь мы хорошо все слепим, поддавим, так, чтобы у нас был квадратик. Потом переворачиваем. А хоп-хоп. Вот такой должен получился квадратик. И почему это лобангалотико, при чем здесь вообще гвоздика? Мы берем гвоздик, он должен быть прямой, достаточно тоненькой. И вот сюда мы ее втыкаем, как гвоздик. И гвоздика оправдала свое название. Гвоздик получился. И она у нас при жарке не раскроется. Можно еще немножко, чуть более плоско сделать. Вот такая красота. Значит, мы их складываем в сторонку. Давайте сделаем тогда вторую начинку. И потом все накатаем и будем обжаривать. Вот видите, когда так скатаешь, какая классная штучка получается в центре. Вот так вот. О, еще можно немного квадратное раскатать, тоже неплохо. Это у меня почти получилось. Итак, следующая начинка у нас это горст кокоса. Здесь квадратик у нас не получится, слухайте. В процессе. Начинки кладем вот, чтобы у нас были широкие поля, потому что у нас будет все залепляться. Можно смочить руки, чтобы не пролепало. Вот, мы формируем такой квадратик тоже немножко. Вот, в эту сторону. Смачиваем края. Залепляем один край. Залепляем другой край. Друг на друга, да? Если друг на друга не сходится, значит много начинки. Нужно друг на друга, чтобы сошлось. И вот здесь вот так было. Здесь прижимаем. Вот так вот, чтобы у нас формировался квадратик. Смотри, можно руки смачивать, чтобы она у нас хорошо слепилась. Сейчас в итоге переворачиваем. Можно их делать немножко крупнее. Такие как-то интересные. Мелкие? Маленькие, мне кажется, да. Они потом увеличатся. Они чуть-чуть, да. Берем гвоздичку. И забиваем наш гвоздик. Закрепляем. Потом эти можно кушать. Гвоздички разжевывать. А вот гвоздичных костей не любите. Можно вытащить. Все, до конца я засовываю. Вот так и все. И продолжаем до конца, пока у нас не кончится начинка. Вот у нас получились такие лавангалатики. Прекрасные у нас получились их из 200 грамм муки. Вот сколько у нас штук, не знаю. Ну, много, в общем. Чтобы двадцать нам. И мы сейчас будем их обжаривать во фритюре в ги. Это такая, поэтому я говорю, это сладости достойны верховной личности Бога. Очень высокий стандарт. Сладости вообще все обжариваются, сделаются всегда с ги. То есть сладость это вещь не дешевая. Она очень, очень вкусная получается. Вот. И когда мы их обжариваем, пока масло разогревается, мы должны сделать сироп. Мы их, когда будем вынимать из ги, готовые пожаренные, нужно будет их окутать в сахарном сиропе. Для этого нам нужно 400 грамм сахара и 200 грамм воды. Ну, миллилитров грамм. Я предполагаю, что с такими затратами с сахаром лучше делать много таких сладостей. Если останется сироп, можно потом его использовать элементарно. Чай сделать. Он будет очень сладкий просто. Он, конечно же, останется. Ну, это в расчете на это количество. Но, все равно, у себя сироп идет немножко экстра. Какой спорный сироп? Я использовала тростниковый сахар. Можно сахар использовать любой. Так, значит, что нужно сделать с сиропом? Когда закипит вода, нужно покипятить это 10 минут. Он не должен быть у нас такой вот... Не нужно его варивать, да, вот такой консистенции. Делают иногда для любых сладостей. Для такой тягучей консистенции. Вот сахар нерафинированный, поэтому такой вот цвет у него. Вот. И что? Он у нас должен быть теплый, не горячий, не холодный. Так, сироп закипел. Мы засекаем 10 минут, а он у нас поварится. Причем закрытой крышкой. То есть он должен просто... Не, он не должен у нас выкипать вода. Просто поварится. Так, и масло разогрелось. Мы пробуем кусочком теста. Все шипит у нас. И всплывает быстро на поверхность. Масло не должно быть сильно, я убавила немного, не должно быть сильно горячее. Итак, мы опускаем их гвоздиком вниз. Нашим. Вот, хорошее. Не сильно бурлит, но уже шипит. Это хорошая температура. Вообще, если есть термометр, такой, как это называется, термометр стухонный, да, такой специальный, мерить жидкости, все горячие, 150 градусов должен быть. А вообще, огонь сильный, он, ну, разогреть его, но он должен быть средний огонь, они должны спокойно жариться. Вообщем, а такой должен быть огонь, то есть они очень спокойно жарятся, у нас ничего не бурлит. И они, у нас тесто, там, несколько слоев, все должно хорошо прожариться. Начинка у нас готова, только тесто, не с интересовым. Да, мы их переворачиваем сейчас аккуратненько. Они, видите, немножко надулись, такие бомбочки уже стали. Очень красивые. Да, и вот с этой стороны, с лицевой стороны видно. Это сладости, еще когда они покроются сиропом, они станут блестяще. И реакция. Да. Мы будем их даже зажаривать прямо, чтобы они коричневыми были. Наши бомбочки жарятся. У нас готов сироп, он вот такой красивый получился. Я его открою, немножко остыню. Вы его не выключили? Я его выключила, он должен быть тепленький. Ну, не кипящие горячести. Значит, мы их будем переворачивать несколько раз. Вот они уже такие, знаете, хрустящие-хрустящие, переворачившие. Они прям гремят уже. Итак, вот они у нас такие красивые, стали коричневые. Мы их уже вынимаем, смотрите, какие, видите, они должны зажариться вот так вот, хорошенько-хрустящие. И сразу сироп. Ну, мы сейчас я их сюда вытащу, потом сироп, потому что это будет другой, другим буду оружием работать. Вот мы их берем, бросаем в сиропчик, вот так можно погреть. Сиропчиком поливаем, он уже начал. Смотрите, если сиропчик начал густеть, он у нас пока теплый. Он, когда, если может остыть, совсем загустеть. Но можно его просто погреть, ну, чтобы он теплый все время оставался, тепленький. Еще советую иногда, если совсем густой получился, то водички добавить можно тоже, не бойтесь этого. Ой, смотрите, прилипка. Это мой хороший. В общем, сироп у нас классный получился, очень. Густой, я слышу. Все, они вот такие у нас получаются блестящие, красивые, сладости хрустящие. Нельзя сиропой держать долго, иначе они вот так просто обваливаем, вытаскиваем, они перестают хрустеть. Они станут мягкими, да, пропитаются. Нам нужно просто, чтобы они обвалялись, и все. То есть внутри у нас, я не сказала насчет вот этого варенного молочка, оно у нас сладкое было, да, мы варивали его. Внутри у нас сладкая начинка, тесто у нас не сладкое, и сверху сладкое, сладкий сироп. Вот так вот у нас продолжается конца. Итак, вот такие прекрасные сладости мы приготовили сегодня, которые называются лавангалатика. Можете порадовать божеств, порадовать преданных. Очень праздничные такие сладости, они требуют внимания, то есть на три этапа делается начинка, тесто и сироп, обжарка и сироп. Они получаются очень праздничные, и форма их, она очень такая радостная, необычная. Поэтому эти такие сладости можно готовить на праздник для божеств, очень здорово будет, потому что традиционная сладость очень нравится Кришне. Спасибо большое за вашу обратную связь. Очень интересно смотреть, что у вас получается, особенно когда присылаете фотографии, делитесь своими впечатлениями, очень это интересно и вдохновляет очень. И у нас очень разнообразная аудитория, смотрят и Прабу, и Матаджи, и даже дети, у нас есть постоянные зрители. Зрители, это Мира, девочка, мы передаем ей большой привет, она большая умница, смотрит, учится с малых лет, как готовить с мамой вместе. Еще у нас есть девочка Сита из Майпура, тоже у нас постоянно смотрит, всем передаю привет. Субтитры сделал DimaTorzok